Девушки отдыхают Армянского, который вы все еще можете заказать. Календарь разлетается и по России, и за пределы России. То есть его можно заказать даже если вы проживаете за рубежом. Многие из вас его уже полюбили, знают. На каждый день здесь информация о мире армянском. То есть для армяноведения этот календарь просто находка. Он уже в пятый год выпускается. По каждому дню информация. Ну вот, например, давайте как пальцем в небо скажем. 24 мая. Что произошло? 1860 год. Принятие национальной конституции, которая должна была упорядочить жизнь западных армян, улучшить школьное образование. То есть здесь абсолютно на каждый день информация. По этим календарям в принципе можно изучать историю Армении. И вообще армяноведение. Это как говорится и о своем творчестве любимом. Вот. События, люди, факты. Как заказать? Вы уже наверное знаете. Значит вот под этим выпуском, если вы меня смотрите в ютюбе, под этим выпуском имеется ссылка с банковскими реквизитами. Обязательно посмотрите. Там помимо банковских реквизитов еще имеется ссылочка на анкету, которую вы должны заполнить и отослать. Если ваш компьютер или ваш гаджет говорит о том, что отослать не удалось, не верьте. Все нормально доходит. Я не знаю почему так случается, что некоторые из вас получают такое сообщение, что не удалось отослать анкету. Все я получаю и каждый из вас получает заказ. Прикрепите квитанцию об оплате и вместе с заполненным купоном с вашим адресом подробным отправляйте по электронной почте. Ну а если вы проживаете за рубежом, в Соединенных Штатах, Европе, в Канаде, то напишите на электронный адрес, который там же указан, vodarsobakamail.ru. И я вам скажу, как вам, будучи за пределами России, получить этот чудесный календарь. Если захотите, захотите и с моим автографом. Ну а теперь по нашему сегодняшнему выпуску. Знаете, на прошлой неделе, когда вся Россия и весь честной мир в очередной раз поминал память павших ветерана Великой Отечественной войне, ряд федеральных каналов России, поминая павших, временно переформатировался и стал называться Икра ТВ. Ну это я так утрировано. Иначе говоря, тоже поминали, но по-своему. Не только ветеранов, но и дезертиров, так скажем. А все потому, что за дезертира хорошо оплатили и деньгами, и икрой. В России вообще очень любят икру, но из-за дороговизны белужей икры, она же черная, кстати говоря, эта икра, и охраняется законом. Ну, не каждый россиянин может вкусить. Согласитесь. А сделать это с помощью почившего Алиева Гейдара проще паренной репы. О чем это я? Итак, 10 мая Гейдару Алиеву, отцу азербайджанской нации, исполнилось 100 лет. Посмертно 100 лет. Федеральные каналы России решили сделать своеобразный подарок. Показать документальные фильмы о Гейдаре Алиеве в честь такой даты. Конечно же, об этом позаботились и в Азербайджане, и позаботились икринкой, икринкой покойного, я бы даже сказал. Не просто икринкой, икринкой покойного. То есть, Ильхам Алиевым. Ильхам Алиев, как икринка покойного, значит, заказал зоопокой на российских телеканалах о своем любимом отце. Иначе, как объяснить, что федералы вдруг ни с того ни с сего стали вспоминать Алиева почти что в День Победы. Войну он избежал, не участвовал, хотя возраст был призывной, об этом я еще скажу. Никакой существенной след в истории Советского Союза Алиев тоже не оставил. Любимчик Брежнева, благодаря которому и попал поработать в правительстве СССР в Москве. Я еще помню, когда его уже после Брежнева Андропов забирал в Москву, в Азербайджане громогласно заявляли, ликовали почему-то, что видите ли, вот в Москве теперь будет написано не булочная, а чуряк. То есть, понимаете, да, это был, наверное, один из стада выбившиеся в люди, и вот они этому были рады, что некто вот их, азербайджанец Алиев, теперь будет работать не где-нибудь, а там вот в Кремле, и поэтому сейчас Москва чуряками опишется вся. И не только, наверное, чуряками. Ну, Муслим Магомаев они вообще не считали. Тот, во-первых, певец, во-вторых, они за азербайджанца не считали и правильно делали. Магомаев, как сирота чеченский, он называл себя азербайджанцем, потому что был приемным сыном Азербайджана. Ну, это теперь он азербайджанец, потому что, ну, из того, что было, из того и слепили, как говорится, надо же чем-то позиционировать себя за пределами Азербайджана, ну, например, в России, хотя бы любимым Магомаевым в России. Ну, тут еще и Алиев, который азербайджанец, или кто его знает, непонятно, там, наверное, и курды в роду, а может даже есть и армяне. Ну, не суть важна. Попал в правительство он СССР Москвы, вот это главное. И то немного он туда попал, с 1982 по 1990 год. 8 лет всего лишь. Карен его приглашал на празднование 150-летия воссоединения России и Армении. А тот все говорил, времени нет, времени нет. А до этого он был в Азербайджане и давал ордер Ленина. Вот. И все видели, как его принимали на ковровых дорожках, как его одарили серебряным кинжалом, громадным бриллиантом на верхней. Ну, Алиев был подходимым еще темой. Это известно. Посмотрел и прочее. Все это видели. Ну, Карен этого, конечно, не сказал. Но очередной раз, когда в кабинете Брежнев отказал, в поездке Карен, не выдержал. И сказал, когда давать награду, я не хотела писать какую награду, когда давать награду Баку, у вас время есть. А когда отмечать вековую дружбу двух народов, историческое событие, сто песен, у вас нет времени. И что было им сделано существенного? К примеру, Андрей Громыко, прослуживший ЦК КПСС почти 40 лет, что-то не удостоился в 2019 году такого внимания в день его 110-летия. А ведь именно он сблизил СССР со странами Запада, из-за чего холодная война перешла в такое воттепель. Видимо, у Громыко нет родственников ныне, которые бы могли угощать икрой и накрывать столы. Или взять хотя бы того же Анастаса Микояна, прослужившего в ЦК КПСС от Ильича до Ильича 60 лет. Тоже не был удостоен внимания телевидения федерального в 2015 году на 120-летие Микояна. А ведь этот человек предотвратил Карибский кризис. А в СССР узнали, что такое сосиски, эскимо, майонез. И тоже благодаря Микояну. Ведь именно Микоян познакомил советских людей с этими замечательными завезенными ими продуктами из-за рубежа. Или взять, к примеру, Николая Ивановича Рыжкова, который возглавлял правительство СССР. Как бы сейчас сказали, был премьер-министром СССР, поддержавший экономику СССР. Благодаря чему мы воду покупали за одну копейку и на базар ходили с одним рублем. В 2019 году было ему 90 лет и тоже никакой реакции от центральных федеральных телеканалов Российской Федерации. А ведь он еще жив, в отличие от Гейдара Алиева. Да много о ком можно вспомнить, учитывая, что каждый из них привнес свой вклад в победу над фашизмом. Опять же, ну не имеют возможности их родные угощать черной икрой и собирать, значит, масс-медиа для того, чтобы праздновать юбилеи их почивших родных, которые привнесли какой-то вклад, значимый вклад для России и вообще для всего мира. Это надо обязательно как бы учитывать. Да что там икра вообще? Если бы не армяне на территории России, вообще вряд ли бы знали, кто об икре. Я серьезно. Это армяне из Персии познакомили Русь-матушку с черной белушьей икрой. Белуга-то водилась, только в России понятия не имели о съедобных ее свойствах. Ели осетрину, но не икру. И случилось так, что в 17 веке в Астрахани поселились армянские купцы из Персии. Местечко, где они проживали, до сих пор называется в Астрахани Армянской улицей. И это, кстати говоря, старейшая в городе улица. Она образовалась еще тогда, когда предки азербайджанцев не знали, что они азербайджанцы и понятия не имели об икре. Так вот, в это время, в 17 веке, армянские купцы в Астрахани стали засаливать белужью икру и предлагать этот продукт местным жителям. Икра пришлась по вкусу и стала, значит, поставляться русским дворянам. Черную икру тогда в России так и называли армянская икра. Именно армянская икра. Об этом даже пишет и английский врач русского царя Алексея Михайловича, Сануэль Коллинз. В книге «Нынешнее состояние России» изданной в 1671 году в Лондоне и переведена, кстати, на русский язык. Вот в главе 25 есть такие строки. Икра ее называется армянскую. Арминская икра. Может быть потому, что армяне ее первые приготовляли. Икру эту очищают, солят и кладут в корыто, чтобы стекли масляные и жирные ее соки. Потом кладут ее в бочки и давят очень крепко, покуда она сделается твердую. Около Астрахани убивают множество белуг и, вынув икру, бросают остальные части. Но это напрасно, потому что белуга – одно из лучших лакомств из воды, доставаемых, и брюхо ее вкуснее даже бычьего мозга. Что называется, накормили на свою голову. Но перейдем к Алиеву, к его сомнительной биографии. Вообще у этой личности много сомнительного в биографии. Видно, что покойный лично позаботился об этом при жизни, о своей биографии. Например, если он родился в 1923 году, то как он мог закончить техникум в 1939 году? Это в 16 лет. И поступить следом в индустриальный институт Баку. Что ж, получается, в 13 лет он поступил в техникум, а в 16 в институт, что ли? Дальше больше. Пишут, что начавшаяся война в 1941 году не позволила ему завершить образование. По закону логики ему должно быть 18 лет в это время. Самое время служить в армии, Красной армии. Но он ни срочку не отслужил, ни на фронт не призвался. А куда пошел 18 лет работать? Верно, в НКВД на Хичеванской ССР. А в 23 года стал советом комиссаров на Хичеване заведовать. Могу полагать, что это был самый грамотный азербайджанец своего времени. Раз в 20 лет народ его от фронта уберег. В НКВД затащил и дал возглавить комиссаров, кои ему в отцы годились. Удивляет только, как в Азербайджане не придумали легенду о том, что в день, когда родился гей-дар-бейк-баба Алиев, солнечная система выстроилась в ряд. А самки осетровых сами плыли к берегу и выбрасывали струей икру. Так, что люди не успевали тазики подставлять. Дальше больше. Известно, что после окончания войны Алиев прослужил во внешней разведке и был прикомандирован в другие страны. В Иране он работал чистильщиком обуви и выдавал себя за азиторка. В Турции стучал на турок КГБ. Тогда еще турки не были братьями азербайджанцев. В Пакистане и Афганистане пробыл немного и едва унес ноги, когда местная паковская контрразведка чуть не приклопнула его в районе Кандагара. А в Венгрии так и вовсе подавлял венгерское восстание 1956 года, которые вышли на митинги против оккупации СССР. По иронии судьбы, эти страны стали теперь союзниками Азербайджана против Армении и Арцаха. Отец Гейдар стучал и убивал Венгрии, Афганистане, Пакистане, Турции, а они теперь с сыном Гейдаром Ильхамом тасуются. Может от того, что мы, армяне, об этом не напоминаем, не говорим, не пишем. Бакуба давно это сделал, будь наш, на месте Гейдара. А памятники за тонны икры и икорных денег ему наставляют памятники, причем в странах, где ведать не ведают о Гейдаре Оливии. В Сербии Азербайджан помог воссоздать парк в Белграде взамен на то, что те позволят поставить в этом парке памятник Алиеву. Но памятник стал узнаваем только определенным кругом. Памятник памятникам, но самим сербам неизвестно, кто такой Гейдар Алиев. Но я должна поклоненоваться, что в Белграде украли вайппарк, а мы снижая утира требовали верную статью сайзином парке. Я не знаю, что мой вспоминник в кому-то вставлен. Великий Авдос куплюсь геев вчера. За что? Может, за то, что хейдар и мушкарцы мыслят, что это дар геям. Зато мексиканским геям негде собираться в плешку. Тоже был свой Алиев и тоже в парке. Но почему бы Азербайджану не отметиться? Тем более, что парк они отремонтировали. Насадили здесь много всякой зелени. Разве что только рейхан не растет. Ну и вот поставили вот такой вот монумент к арте Азербайджана. Алиева, правда, убрали. Они хотели пойти дальше, так как здесь нет памятников ни Ганди, ни Рузвельту, ни Альенде. А Алиев бы красовался. Теперь на месте Алиева на полу огромная дырка. Увы, саму дырочку от бомжей никто не застраховывал. А Пассео де ла реформа – излюбленное их место обитания. В общем, так и живем. Таков нынче алчный мир. Мир любителей армянской икры, азербайджанского посола. До следующих встреч в эфире.